Доброе утро, девчоночки мои! У нас за окном дожди на все, началась осень суровая. В понедельник уже снег, обещают минус два. Я себе сделала такой потрясающий калорийный завтрак, сосисочку, яишенку с сырком. И мне будет сейчас очень вкусно. Ну, дочка, будь у моего рода! Будь у моего рода! Вот такой пейзаж у нас за окном. Почти все деревья сбросили свою листву. Осталось совсем чуть-чуть. Идет дождь, а мы идем завтракать. Да, дочь? Да, мой любимый! Готовлю салатик курицы с ананасами. Я как-то уже в каком-то влоге показывала. В общем-то, он у меня уже готов. Тут курица, шампиньоны, ананасы, сыр и укроп. Единственное, укропа не было свежего. Я добавила у нас удачный с сухой. Не знаю, вкусно-невкусно, еще не пробовала. Улыбайся, невесомость и боль. И гадайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся! 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 На даче у папиной сестры привезла куча кабачковой икры домашней, несколько банок. А в борщ сразу заготовки вот такие. Это свекла с перцем болгарским. В общем, упростили мне жизнь, так сказать, чтобы супы долго не заморачивалась. Мне бабуля приезжала и уже вот такую мне натертую морковку, тоже очень удобно в использовании, теперь облегчает готовку. Привезла компот, пироги татарские, чпичмак называется, с уткой. Вон целый пакет с уткой, такие треугольнички, картошкой, луком и всякими пряностями, очень вкусные. Вот здесь у меня перцы фаршированные я делала. В общем, осталось только сегодня сделать щавелевый суп сейчас мне. Приспичила мне, значит, хочу себе кардиган, не могу. Вот зашла на Ламоду, у них вроде как... Я вообще не люблю с интернет-сайтов ничего заказывать. У них вроде как доставка на следующий день и бесплатная примерка. Вот сижу, выбираю, выбираю, выбираю. Цены, конечно, разные есть, начиная от двух, заканчивая шестью, семью тысячами. В общем, ищу. Вот. И одновременно супчик у меня сейчас курица делается, щавельный делаю. На улице, кстати, забыла сказать, у нас вчера снег выпал первый раз. Сегодня вроде как подтаяло, но все равно холодно. Открыла себе, попробовать думала ложечку икры кабачковой. Девочки, она такая вкусная. Я сейчас просто, мне кажется, сожру всю банку с хлебцами. Навела себе чаю. Суп у меня почти готов. Вот. Потом пойдем гулять. Поснимаю вам, наверное, на улице. Мне надо свидетельство о рождении сделать ксерокопию. Госпошлину оплатить в Сбербанке. Мы за гран делаем Арине паспорт. Так что вот так. Привет, девочки. У нас уже снег вовсю. Правда, сегодня еще обещают только к вечеру. Вот мы утеплились. Отдеть. Что, отдеть? Сейчас одену варюшку. Идем оплачивать госпошлину на загранпаспорт. Попробуем сдать документы сегодня. Ой, девочки, у нас мороз-мороз. Я вообще не накрашенная. Арина говорит, да? Фуй. Подходим к банку уже. Банк у нас в этом красном доме находится. Чего ты там болтаешь, дочь? Пишон мой розовый. Снег, как видите, подтаял. Но вот уже с неба вам не видно, идет новый. Доброе утро, девочки. Я только открыла глаза. Надеюсь, вы не испугаетесь. Выспалась сегодня. У нас Ренат уже два дня дома. С работы отпросился, плохо себя чувствовал. Сейчас уже тут все хорошо. В общем, я выспалась. Надеюсь, получить кофе в постель. Хотя навряд ли моя кракозяброчка бегает. Ура! Девочки, хотела вам еще показать пусеты, которые я себе купила. У нас рядом с домом магазинчики. Очень симпатичные. Вот тут якобы женчик, а здесь такой черный глянец. Так они открываются, гвоздиком идут. Очень удобные, совершенно невесомые. Очень довольна. А еще хотела сказать с этой ламодой, на которой я заказывала. Видимо, вот все ее расхваливают. Я тоже думала, что будет так все здорово. Мне сразу перезвонили. То есть я заказывала за свои деньги. И уже как два дня у них задержки. Если все-таки сегодня привезут заказ, я вам обязательно потом все покажу, расскажу. Вообще я жутко недовольна. Обзванивалась в службу поддержки. Переругалась с ними, со всеми. Это, конечно, ужасно. Уже какой раз убеждаюсь. Видимо, либо я невезучая, либо ненавижу интернет-сайты. Ка-ка! Привет, скажи девочке. Девчонки, привет! Девчонки, привет! Хотела показать вот этот теплый кардиган. Это размер эско. Он просто такой необъятный. С карманами. Вот такой вязкий, темно-синего цвета. Мне очень нравится. Мне подошел. Я хотела такой большой, теплый, уютный кардиган не облегающий. Его можно с поясом носить. В общем, вот так вот. И всего лишь он стоил 1300 со скидкой, так как был последний. Оставила, не выбросила. Вот фирма. Brave Soul. Красивая такая этикеточка. Размер эссорок два, то бишь. Он просто такой, размахайка идет, как вы уже поняли. Вот и ботиночки я еще себе приобрела. Сейчас покажу, как мы на улицу выйдем. Вот ботиночки. Они с такими клепками. Синие. Та-дам! Девчонки, привет! Наверное, на солнце светится. Смотри, носов не видно. Смотри, мне не видно носа. Без носа. Пошли гулять. Ринат, цариша, я балдею. У нас уже вечер. Часы перевели на час назад. Сегодня на зимнее время. Последний раз, так как говорится. Сейчас у нас шесть получается. Вот, ем вот эти мои обожаемые подушечки. Очень их люблю. И смотрю сейчас по телеканалу Ю идет миллионер из трющоб. Девчонки, привет! Алинка у нас проснулась 10 минут назад. Я не успела ничего себе сейчас на голове сделать. Тукчелку собрала. У меня вон как волосы отросли, которые у меня сломались. Все спрашивают. Вот. В общем, сейчас буду я кормить. К нам сегодня приедут друзья. Тоже с девочкой, с ребеночком. Привет, дочь. Марину подстригли. У нее теперь челочка и, можно сказать, каре. Ну, я ее сейчас собрала, волосики не видно. Дочь, скажи, привет! Реша. Ну, все, она вся просмотрим мультика. Супчик будем кушать? Почему? Девочки, хотела показать. Может, кому интересно будет. У нас Арина в горшочек очень плохо ходит. Мы ей вот купили насадку. И с ней она начала в туалет ходить. Сама ее ставит на унитаз и просит, чтобы я ее посадила. Вот. Наверное, снимать я вам еще не буду. Как-то некрасиво. Так что вот так. Девочки, всем привет. Обращайте внимание на мой голос. У меня он вчера резко сел. Почему-то левая сторона горла разболелась. Но, надеюсь, все пройдет. Вот. Сейчас буду есть корейскую морковку. Вчера ребята приезжали. Мне так жестко захотелось. Именно у острой корейской морковки. Вот. Доедаю остатки. Так что приятного мне аппетита. Девочки, извиняюсь, что за кадром. Потому что выгляжу я сейчас не очень. Поела я и поняла, что у меня такое состояние прям невозможное. Слабости. Померила температуру. У меня, оказывается, 37,5. Зашибись. Еще этого мне не хватало. Вот и горло. Из-за чего заболела. Видимо, где-то меня продуло. Сделала себе чай с лимоном и медом. Сейчас анбимакс разведу. Это что-то типа тарафлю. Ринзу выпью. И пока Арина спит, тоже отлежусь. Потому что болеть совершенно не хочется перед праздниками. Так что, наверное, на этом я закончу свой влог. Надеюсь, вам понравилось. Желаю всем, чтобы все, кто болеет, выздоравливали. И вообще не надо болеть. Всем хороших праздников. Пока-пока.